Татьяна Алексеевна, давайте сегодня начнем наш разговор с того, что когда-то все-таки мы выступили с грандиозным, разгромным заявлением, которое транслировали все федеральные каналы, которое несколько месяцев являлось федеральной повесткой многих СМИ и не могло не отразиться на жизни края. Как оно отразилось на вашей жизни? Как вы сегодня живете? Замечательно. Просто замечательно. Во-первых, то, что происходило, давайте мы оставим за скобками, потому что я всегда говорю, СМИ – это такая мощная сила, и я в этих СМИ живу одной жизнью, а вот реально совершенно другая жизнь. Поверьте, за долгие годы работы во власти я порой такие вопросы, как прочие или бытовые, все время откладывала. А вот, ну, потом, а потом, а потом. И вот этот вот потом, он так у меня накопился, что когда в один момент, вот не в один момент, а жизнь пошла по-другому у меня, вот этот потом, я вдруг стала понимать, что я так много оставляла на потом, что нужно это было сделать сейчас. Или же, по крайней мере, чуть раньше. Поэтому жизнь у меня продолжается. Вот, все хорошо, дай Бог здоровая, продолжаю бурную деятельность, поэтому все хорошо. Все хорошо. Если обмотать время назад, поступили бы вы по-другому? У меня эти документы, эти доказательства в руках? Вы знаете, я жалею о том, что я не поступила раньше так. Вот об этом я на самом деле очень жалею. Надо было раньше это сделать. Раньше. Как думаете, что тогда удалось бы в крае это отвратить, если бы это было сделано раньше? Может быть, не было бы пожара 19-го года, вот такого огроменного. Может быть, этого не было. Потому что привлечение внимания федеральных СМИ все-таки многие вещи сдвинуло. Конечно, посмотрите, сразу Чайка-прокурор приехал, Следственный комитет приехал. Результаты потом расскажу. Вот. И на самом деле даже Трамп звонил нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину и говорил, может, тебе помочь там с пожаром? То есть на самом деле внимание было огромное. Просто огромное. Федеральные деньги стали выделять в другом количестве. Вот. Виновников, к сожалению, Стрелочник, как всегда, виноват. Вот буквально позавчера я прочитала в СМИ о том, что нашли виновного в пожарах 19-го года. Это был диспетчер лесопожарного центра. Ну, понятно, да? Стрелочник оказался у нас виноват. За то, что мы не тушили просто-напросто пожары, команду не давали. Стрелочник виноват. Ну, ладно. Но зато на уровне министерства и президент выступил. Огромное было совещание по этому поводу. И они план мероприятий разработали. Вот. Правда, вся вот эта махина государственная, принятие решений, она очень медленно, знаете, вот так вот движется. Но движется. Но движется. Вот. Я надеюсь на то, что все равно изменения какие-то в лучшую сторону должны быть. Но поджигать не стали. Вот в этом году у нас, видите, вдруг почему-то не горело. То есть не поджигали. Вот. Объем производства вдруг увеличился. Вот. Хотя как крали, так и крадут. Вот. Вот. Но я надеюсь на то, что это тоже лавочка закончится когда-то. Леса у нас еще много. Вот. Китай рядом. Система, она отлажена, отработана очень хорошо. Вот. Но на уровне правительства Российской Федерации осознание того, что лес надо беречь, тоже пришло. Тоже пришло. Поэтому с 1 января у нас четкий запрет на вывоз леса. Вот. Ну, посмотрим. Жизнь-то у нас с вами продолжается. Конечно. Много лет отработав во властных структурах, скажем так, вы это увидели жизнь изнутри. Сейчас уже несколько лет вы наблюдаете за ней снаружи. Хотелось бы вот услышать ваши наблюдения. Что вы сегодня видите, исходя из работы правительства, из работы губернатора, министерства? Ну, 32 года внутри. Вот. Вы знаете, вот есть очень серьезные темы, на которые внимательно должно относиться, к ним внимательно должно относиться и российское правительство, и краевая наша власть, и муниципалитет. Вот я бы сейчас из тех проблем, которые я вижу, я бы очень серьезную выделила проблему. это проблема углеродного налога. Вот я сейчас вам сказала такое слово страшное, и постараюсь я объяснить вообще, что это такое. Потому что, сейчас расскажу, а никто не понимает. Никто, и никто не объясняет самое главное. Когда-то, еще лет 40, наверное, помните, была такая знаменитая дама, Тэтчер, в Англии, вице-премьер. Замечательная женщина. И вот тогда они стали заниматься зеленой повесткой. Что они делали тогда? Они стали постепенно закрывать угольные шахты, компенсируя затраты, расходы крупному бизнесу. Потом эта тенденция пошла в Европу. И там тоже стали потихоньку-потихоньку говорить о том, что вообще-то дышать нечем, о том, что у нас загадили нашу атмосферу так, и нерачительно относимся к своему здоровью, и к зеленым насаждениям, вообще к миру, что болеем часто, и онкологические заболевания у нас. Поэтому вот эта вот тема зеленая, тема перехода к экономике, которая у нас более рационально относится к всему живому, она идет в Европе очень давно. Сейчас она дошла и до нас. Европа нам говорит сейчас, ребята, ну вообще мы вводим вот этот налог. Углеродный налог. Он так и называется. Кого он коснется? Нам дали, кстати, возможность 10 лет для того, чтобы мы тоже зашевелились и подготовились. Ну, может, как всегда. Еще вчера, а потом еще завтра, а потом чуть-чуть подождем, посмотрим, что там происходит в мире. Ну ладно. Так вот, вводится этот налог на предприятия, которые занимаются добычей ископаемых. Угля, нефти, газы. То есть этот налог сейчас коснется тех предприятий, которые работают у нас здесь, на территории Российской Федерации, в том числе и на территории края. Понимаете, какая глобальная тема, она очень непростая тема. Вот. В правительстве Российской Федерации там целая рабочая группа занимается этим направлением, потому что оно очень важно, это зеленое направление. Очень важно. Предварительно посчитали, что этот налог повлияет на бюджет Российской Федерации, он будет меньше. Там цифры разные, они называли. От 2 триллионов до 3,5-4 потери бюджета российского. А дальше речь идет о том, что и в крае у нас могут быть такие потери. Российская Академия посчитала, что если этот налог они введут, то может быть такая ситуация, когда нужно будет закрывать шахты, угольные разрезы. Скажите, угольные. Это первое. А второй момент очень важный. Количество людей, которые могут пострадать, вот они посчитали по КТКу, и Брюшли, и Кузбасс, около 250 тысяч человек может пострадать. Прямо не пострадать? Да, да. Понимаете, вот эта цепочка, она приходит в нашу родную, в мою родную Шарыпово, город Шарыпово. И поэтому вот сейчас эта тема, этого налога, она очень важна. Наш президент Владимир Владимирович, он высказался по этому поводу, сказал, да, мы занимаемся, но мы вот оголтело так не будем, не собираемся отказываться от угля, мы не собираемся отказываться от газа, мы не собираемся отказываться от нефти. Мы будем делать поступательно все. Но я-то знаю, что такое реформа поступательна. Но я-то знаю, что такое реформа поступательна. И говорить на эту тему очень сложно. И мне бы очень хотелось, чтобы, если на уровне правительства Российской Федерации эта тема звучит чуть ли не каждый день, то на уровне края на эту тему вообще боятся говорить. Я не знаю, почему. Но эту тему нужно обсуждать, об этом нужно говорить. Потому что она заденет очень большое количество людей. Если мы закрываем определенные производства, связанные с добычей, то нам тогда нужно туда диверсифицировать экономику и создавать новые предприятия, новые производства. У нас города на этом выросли все. Понимаете? А этого не происходит. То есть нам надо заботиться о том, чтобы создать новые производства. Нам надо заботиться о том, чтобы переобучить наше население. Нам надо заботиться и обеспечить то население, которое не сможет работать на этих производствах, социальной защитой. То есть это огромный план мероприятий, это огромный кусок, которым нужно этим заниматься. И это заденет большое количество людей. Вот в чем дело. Ну вот с газом, газификация. Тема очень непростая и она очень важная тема для Красноярского края и для Красноярска. Но мы потеряли эту тему, надо честно сказать. То есть нам сейчас предлагают вот наш сенатор Семенов говорит, вот теперь нам предлагают это сделать за счет собственных средств. Ребята, ну почему? Ну почему мы должны с вами это делать за счет собственных средств? За счет тарифа на потом использование газа? Мне непонятно почему. И он не объясняет. Вы хотите газ? Ну вот хотите, если газ хотите, вот вам пожалуйста. Вот вам пожалуйста, как по Черномыжнину. Хотели как лучше, а получилось у нас как всегда. Если хотите газ, платите за него сами. Неправильное. Неправильное решение. А это Северный поток либо другие газопроводы в Европу, в Азию, мы тянем за счет бюджета? Ну к сожалению, да. Поэтому вот эта тема этого, в кавычках, тяжелого, как я его назвала, налога, она чревата для Российской Федерации, для Красноярского края и конкретно для города Шарыпла. очень серьезными последствиями. Вот я вам цепочку такую. Вы же спросили, а как там вот в мире? Вот мы с вами оценили и мир, и Россию, и Красноярский край, и наше родное Шарыпло, город Шарыпло. Давайте уже тогда перейдем к Шарыпову. То есть, конечно, для многих было неожиданностью, потому что многие и не знали, что вы уроженка города Шарыпло. Нет, я не уроженка. Это неправда. Я родилась в Норильске. Я норильчанка. Вот. А в Шарыпло, я там как родная, 42 года, в Шарыпло живет отец моего мужа. И так в жизни получилось, что у меня папа из жизни ушел очень рано, и отец моего мужа, Михаил Григорьевич, он мне стал на самом деле как родной. Вот родной для меня человек. Ему сейчас, дай бог здоровья, 88 лет, и никто никогда не знал, что я невестка. Вот все считали, что я дочь. Ну и замечательно. Папа нигде никогда в жизни не говорил, что это невестка. Всегда говорил, это моя дочь. Вот поэтому фамилия Давыденко, папа. Михаил Григорьевич Давыденко, бывший директор совхоза. Вот поэтому Шарыпова, 42 года, мы живем с мужем, вот 40, ой, 43, ошиблась, 43 года, вот 43 года я в Шарыпово. Поэтому знаю Шарыпово очень-очень хорошо. Сегодня вы действующий депутат городского совета. Как живет город Шарыпово с точки зрения депутата? Две стороны медали. Первая, очень сложно, очень сложно. Вторая сторона, есть потенциал, который не используется, который не используется. Сложно живут, сложно, прямо тяжело. Очень много мужиков, которые на вахту уезжают и работают и в Норильске, ну, и везде. И тот потенциал, которым обладает город Шарыпово, Шарыповский район, я бы их вместе рассматривала. Он, к сожалению, не используется. Не используется. Почему? Так как. А вот здесь вопрос, почему очень интересный вы мне задали. Почему? Опять-таки, две вещи. Ну, первое. все упирается в кадры, наверное. В образованность людей, в кадры, потенциал, который не используется и который, знаете, в силу... Вот есть такое выражение, порой, когда заступала на какую-то новую работу, приступала к новой работе, я задавала подчиненному вопрос, а он говорит, Татьяна Васильевна, так у нас так было. И вот здесь, понимаете, вот они привыкли, вот у них так было, у нас так было. Вот. Поэтому, скажу откровенно, когда я работала в органах власти, я помогала Шарапу в решении определенных вопросов Хохлову и предыдущим главам тоже, ну, потому что родное же. И вот у них так было, у нас так было, у Шарапова так было, так заведено, так было. В силу того, что компетенции недостаточно, в силу того, что образованности людей недостаточно, в силу того, что люди приходят к власти неподготовленные, просто неподготовленные, они даже порой не знают, что делать. Что делать? Ну да, наверное, человек очень хороший был преподаватель, наверное, человек очень хороший был директор школы, но он не управленец, он не знает, что такое законодательство в системе управления государством, в системе управления муниципалитетами, то есть их никто этому не учил, а самообразование, как ни странно, они этим не занимались, понимаете, ну да, как бы не читала, но книжку открою, либо позвоню, скажу, Татьяна Алексеевна, они же меня все знают, расскажи, я не хвастаюсь, но я когда что-то не знаю, я не стесняюсь идти и спрашивать, Евгений, я не знаю вашей работы, я возьму тетрадку с ручкой, уделите мне полтора или два часа в неделю, можно я один, два, три, четыре, пять, я обучаемый человек, поверьте, я научусь, и вы меня научите, либо вы меня поправите, либо можно я буду звонить, как я порой делала там Рокши или еще начальникам искрая, можно я тебе буду звонить, потому что, ну подскажи, ну подскажи, я не стесняюсь спрашивать помощи. Здесь, к сожалению, этого не происходит, ни самообразование, ни подготовки, и, соответственно, и команда набирается такая, понимаете, поэтому вот такие провальные вещи, они происходят. Проблема все-таки тогда с системой выбора, то есть как такие главы вообще попадают? Это тоже серьезный вопрос, вы такие вопросы задаете, знаете, не в бровь, а в глаз, как попадают. А вот так и попадают. Выборы-то мы глав отменили добросовестно, да, голоснули, все, нет у нас, глав не выбирает. Голоснули, голоснули. Вот поэтому сейчас за глав мы не голосуем. Ну, кстати, я всегда считала, что выбор – это самый лучший отбор. Самый лучший отбор. При выборах все-таки человек идет осознанно, он понимает, у него есть желание, понимаете? У него естественно, у него ответственность перенаселением, у него есть совесть, у него есть честь, у него есть желание что-то сделать, изменить. Проводя избирательную кампанию, глава выходит и берет обязательства публично перед населением. Ну, конечно. Это самый важный момент, наверное. Ну, конечно. А когда, извините меня, тройка лихих и еще тройка заезжих лихих садятся, и еще тройка из одной из любимых партий тоже садятся, значит, и голосуют, и говорят, завтра ты будешь у нас главой. Какой, говорит, директор школы? Какой главой? Не-не-не, ты завтра будешь у нас, мы же тут решили, вот голоснули. Так я ничего не понимаю в этом. Мы решили, что ты будешь. Есть кто понимает. Вот и все, понимаете? Такая дурь происходит. Вот глупость полнейшая, но она и есть. Вот она касается всех. Ну, яркий пример. Наглядный пример. Наглядный пример. Вот. Другое дело, понимаете, человек, когда он даже назначенный, ну, Мозгов-то должно хватать. Вот. Она же должна не только с Единой Россией работать. Но вот так получилось Шарипова из 21 депутата. Там, получается, 11 Единой России, а 10 вот. Есть независимые, есть 7 или 8 человек, которые вот... От иной партии. От иной партии. Это вот, снова, я же объясняла им, ребят, это не оппозиция. Вот те люди, которые... Это не оппозиция. Это люди, которые хотят в городе сделать город хорошим городом. Понимаете? Они вам не оппозиция. Они вам подсказывают, что нужно сделать. Они пытаются вместе с вами решить эти задачи. А вы что делаете? Вот у меня есть вот эта партия любимая, вот эта партия, а это оппозиция. Какая на тебе оппозиция? Я была удивлена тому, что глава не встречается с... Вот вторая часть. Ну, вы сядьте, проговорите. Ну, элементарные вопросы, которые можно решать, знаете, вот на вот так. Ну, все это спокойно поговорить. Давайте мы посмотрим, что надо сделать, что нравится, что не нравится, где запятую поставить. Странно. Мы великие, мы талантливые. Ну, ладно, ну, талантливые и великие. Сегодня Петровская вообще странная позиция. Буквально мы также посетили город Шарипово и хотели в голове задать ряд вопросов, в том числе по актуальным темам города. Да вопрос, они общаются и со СМИ. То есть она свою позицию не хочет довести широкому кругу. Это для меня было, честно говоря, удивительно и непонятно. Причем даже не объясняю причины. Просто нет и все. Вы знаете, я бы не стала обсуждать здесь голову по одной простой причине. Я бы все-таки попыталась донести следующее для населения и края, и города Шарипово следующее. Два года тому назад я задала вопрос. Давайте мы посмотрим стратегию развития города Шарипово. Куда идем, товарищи? Мы идем вправо, мы идем влево. Мы куда идем? Мы куда город-то ведем? Ее нет. А если нет, то есть, понимаете, население лишают будущего. То есть люди-то не понимают, что строить будем. Школу будем строить, не будем. Что делать-то дальше будем. Разрезанность сельской хозяйкой. Будем сельской хозяйкой. Да, сейчас. Нет стратегии развития. Сейчас. И не будет никуда. Да, в начале нашего разговора мы с вами говорили как раз вот по тот самый неприятный наш налог, который коснется непосредственно города Шарипово. Конкретно. Кто должен разговаривать с населением? Ну, наверное, глава. Да? Ну, наверное, глава. А придется. Самое страшное еще в том, что никто не говорит с населением. Они боятся, как черт, лада на население. Я не боюсь. Давайте мы людям объясним. Если у нас нет стратегии, но есть вот такая проблема к мировому уровню, которая дойдет до Шариповой, коснется определенных семей, на разрезе работают, думайте, тысяча человек. Это основное производство. Как правило, надо умножать на три или четыре, да? Это плюс и еще три тысячи человек. Плюс тысячи. Это вспомогательное производство. Обслуживающее производство. Итого десятка. То есть десять тысяч человек, которые заняты в этом во всем огромном хозяйстве. Что произойдет с этими людьми? Где это написано в стратегии? Она должна сейчас сказать, уважаемая власть, давайте мы вместе с вами подумаем, каким образом вот эта проблема мирового уровня, которая коснется непосредственно жителей города Шарипова, будет решена. Какие мы сюда поставим новые производства? Как мы будем обучать людей? Как мы будем компенсировать потери бизнесу? И сегодня горсовет Шарипова, он уникальный, там люди разношерстные, там представители бизнеса. Правильно, правильно. И люди-то толковые собрались. Толковые люди, понимаете, толковые. Все люди достаточно образованные, талантливые люди. Они способны решать эти вопросы. И ей бы в помощь. Ей в помощь. Я бы на ее вместе наоборот сказала, ребят, помогайте. Помогай, давайте вместе. Да, одна не смогу. Давайте вместе. Давайте вместе. Ничего не происходит. Жаль, очень жаль. Жаль. Еще поговорим давайте про Шарипово. Все равно это ваш любимый город, та территория, которой вы неравнодушны. Идет разговор об укропнении, в принципе, на территории Российской Федерации и муниципальных образований, и субъектов. И, возвращаясь к Шарипово, идет разговор об объединении города Шарипово и Шариповского района. Хотелось бы ваше мнение услышать. Как вы считаете? Вот смотрите. Когда мы говорим об укропнении, мы предполагаем, что если мы территорию сделаем более крупной, то жители станут жить лучше. Один вопрос. Если вы укропните, людям это лучше будет? Вот для меня такого вопроса нет. Его вообще нет. По определению. Есть результаты, кстати, счетной палаты Российской Федерации и счетной палаты Красноярского края. После укропнения Красноярского края, когда вошел Таймыр и Ивенкия. Есть результаты. К сожалению, они не очень положительные. И прежде чем говорить об укропнении, давайте мы посчитаем. Людям будет лучше или нет? Понимаете? А то мы начинаем. Вот надо укроп... А зачем? А вот для меня вот это укропнение... Самый главный эффект. Это человек. Вот эффект это человек. Его название человек. Будет лучше конкретному Давыденко Михаилу Григорьевичу жить при укропненном... Укропненной территории. Да. И может, к его дому дорогу проложит. Или газ. Или газ, да. Не того... Что дает укропнение? Ну что оно конкретно дает? Конкретному человеку. Не в общем, не в целом, а конкретному человеку. Поэтому для меня этой темы как бы нет. Сейчас слово выражение. Как бы есть, как бы нет. Для меня этой темы нет. Для меня важен другой вопрос. Тот, о котором мы с вами предыдущие говорили. Понимаете? Вот этим надо заниматься. Не заниматься мифическими укропнениями, где один глава посильнее, другой пожиже. И вот они, значит, вот хороводом говорят, а вот я сейчас возьму еще 2-3-5 территорий. Вот, к сожалению, это неправильный ход. И не труда этот ход. А надо заниматься совершенно другим не укропнением территории, а развитием территории с учетом тех негативных тенденций, которые у нас, к сожалению, будут происходить. Будут происходить, как бы мы ни хотели, как бы мы ни упирались, как бы мы ни закрывали глаза на то, что у нас этого не будет. Но к этому нужно подготовиться, понимаете? И тщательно подготовиться. У нас, к сожалению, времени на раскачку нет. Поэтому мой родной и любимый город Шарипово должен уже сейчас этим заниматься. И глава должна этим заниматься. Очень жаль. Понимаете, я вообще считаю, что молодежь должна приходить во власть. Молодежь. Да, мы опытные. Да, мы опытные. Но возрастные ребята. Поэтому молодежь вперед. Вы инициативны. Вы образованы. Вы сейчас более мобильны. Мы готовы помогать. Мы готовы быть советниками, консультантами. Но вам дорога сейчас. Ваше время пришло. Поэтому время ваше пришло. Татьяна Алексеевна, полномочия Петровска уже заканчиваются в следующем году. И уже, наверное, строить с ней какие-то дальнейшие планы смысла нет. Ну, я не исключаю, что таким же образом голоснов 3 на 3 на 3. Полномочия просто-напросто автоматически продлят. Я же не исключаю этих вещей. Сегодня группа депутатов, называемая группа депутатов, меньшинство, к сожалению, в городском совете Шарипова, есть своя кандидатура. Нет, подождите. Во-первых, я не соглашусь с вами, что меньшинство. Первое. Вот какие претензии были к администрации города Шарипова? Первое. Нет стратегии. Куда идем, товарищи? Не знаю. Второе. Депутаты даже с «Единой России» проголосовали за непринятие бюджета 2020 года. Знаете почему? Отчета. 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 Отчета об исполнении бюджета за 2020 год. Знаете почему? Почему? А потому что я вдруг увидела, что на остатках бюджетов, которые еле-еле концы с концами сводят, 32 миллиона осталось неиспользованных денег. На конец года. Да. Это говорит о чем? О том, что вы вообще деньги не считаете. То есть не считают 32 миллиона для Шарипова, где бюджет миллиард, 300, 32 миллиона. Вы знаете, я в таком была шоке, когда я это увидела. Я неспокойно. Ну да, как не израсходовали, когда у вас там, 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 там плохо, дороги не... Вы 32 миллиона не израсходовали. Как такой бюджет можно принять? Мы сидим на комиссии и слушаем о том, что надо поменять линовен в группе в детском саду за 160 тысяч. Это предмет для... Еще раз. 32 миллиона. Ужас. Ужас. Вот поэтому, когда я сказала, что вообще это преступление, не приняли отчет. Не приняли. В том числе и геноросы. В том числе. Они понимают, что это такое. Второй момент. Отчет главы. Ну как так? Если глава выходит и не может ответить... Какой ты глава, если ты не можешь ответить на вопросы, которые тебе задает население? И такое расплывчатое, знаете, как будто бы она отвечает где-то там на Марсе. Барсиана. Не про Шарыпову. О мировой революции в целом. Вот. Ответь. Ну у тебя миллиард 300 денег в твоих руках. Куда ты их потратишь? Элементарный вопрос. Как ты эти деньги засходуешь? Вы знаете, когда я задала вопрос, когда принимался бюджет, я говорю, самое главное у нас это указы президента. Очень четко спрашивают, голову сносят за это. Сколько денег на указы президента отведено? Тишина. Ты глава. Тебе президент сказал, деньги дали на это. Ты наизусть должна знать до копейки, куда тебе президент дал деньги для того, чтобы... Тишина. Я ахнула. Встала, правда, там начальник ФИНО, давай вот я... Спасатель. Спасатель. Ты глава. Элементарные вопросы, те, которые... Вот, извините, за то, что ты... за что тебе деньги платят, да? Ты должна от зубов это знать. Ну как же так? Ну как так? Поэтому отчет главы не был принят. Не был принят. Хотя я не исключаю, что придет команда, голоснут и... Все продолжится. И все продолжится. Жаль. Мне жаль. Еще раз. Вот, знаете, я Красноярский Крыл очень хорошо знаю. Я все объехала, все знаю. У Шарыпова есть потенциал. Потенциал. И не использовать его. И не сказать предпринимателям, мужики, чего изволите, что надо вам, все сделаю. Налоги отменить местные. Отменю. Отменю. Да, депутаты. Я же вышла с таким предложением. Я же вышла с таким предложением. Местные налоги, давайте обменить. Ну, все прибегут сюда, к тебе. Все прибегут. С Шарыповского района все прибегут сюда. С Назарова. Все прибегут. Ребята, местные. Ну, там, где лучше, туда бизнес и придет. Давайте это сделаем. Давайте. У тебя налоговая база появится. Давай. Ты вот столько потеряешь. Но ты больше получишь. Расскажите о ваших дальнейших планах относительно города Шарипова. Ну, и вообще. Ну, планы грандиозные вообще-то. Дай бог только здоровья на эти планы. Вот, к сожалению, она у меня немножко вот в июле. Планы были такие. Пойти вот в выборы. Так, как я и говорила. Пойти в выборы в Государственное Дума, в Законодательное Собрание. Но, к сожалению, вот 1 июля у меня сильно заболел муж. Ковид был. Вот, реанимация. Потом через неделю я заболела. До, дети. И так получилось, что июль-август мы выпали из этой жизни. Потому что мне было недовыбор. Мне нужно было спасать мужа. Ну, и, соответственно, и самой выкарабкиваться как-то. Вот, поэтому я у населения... Потому что мне пишут, я у населения прошу просто прощения, что вот я не довела вот эту тему до конца. Я, если говорю, я всегда довожу до конца. Всегда. У меня не бывает такого, если я что-то пообещала, и я не сделала. Вот в этой ситуации, к сожалению, вот не все было в моих силах. А вот ковид вмешался. А вот. Ну, с одной стороны, конечно, вмешался и не случилось. А с другой стороны, если честно говоря, я не жалею о том, что я не стала депутатом. Потому что так как эти выборы шли, так как формировалось все это выборное, все эти партии сначала, я была там в Москве, и я участвовала в этом. Я знала, как это будет происходить. Но потом, вдруг в один момент, я знаю, когда это был момент, это был май месяц, вдруг с точностью, но наоборот, как будто взялись, мы все перевернули, и все пошло совершенно по другому сценарию. И, конечно, эти выборы, но они случились. Они случились. А вот. Быть человеком, который голоснет, я не могу так. Я не могу, я так не умею. Поэтому время покажет. Время покажет. Время очень быстро меняется. Время очень быстро течет. Время очень быстро движется. И активная жизненная позиция, активное влияние на политику, на ситуацию. В Шарыпово более чем активно работаю и влияю. Хочется, конечно, вот в одном, хотя бы маленьком городе Шарыпово, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону. Вот в лучшую сторону. И для этого есть все возможности. Все возможности. А самое главное, очень хороший депутатский корпус. Вот хороший. Они все молодцы. Они все талантливые люди. Они все умные люди. И можно решать глобальные вопросы. Вот на этой территории. Вот для конкретного человека. Конкретно для Доводенко Михаила Григорьевича, которому 88 лет. Вот для этих людей. Могу только пожелать вам на удачу. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...